Повернуться лицом к детям с ограниченными возможностями здоровья и создать условия для преодоления ограничений, возникших в их жизни, это нужно всем нам. Уважительное и доброе отношение нужно воспитывать с детства. Этой цели как раз и служат уроки доброты, на одном из которых побывала наша съемочная группа. Специалисты Инклюзивного Центра Раннего Развития «Росток Надежды» стараются донести до детей важность терпимости и милосердия. На уроке доброты в первом лицее они рассказали школьникам, что нужно доброжелательно относиться ко всем детям, независимо от их состояния здоровья, способностей или особенностей развития. В непринужденной игровой форме они показывали учащимся, как нелегко приходится в жизни, если у тебя есть проблемы со зрением, слухом или, к примеру, трудно передвигаться. Тогда любое небольшое препятствие может превратиться в серьезную проблему. И вот тут как раз пригодится вовремя протянутая дружеская рука помощи. Вы хотите, чтобы вокруг вас были только счастливые, радостные люди? Ребята, в ваших силах это делать. Помогайте, развивайте свои способности к состраданию, к милосердию, к доброте. И вы будете жить счастливо. Когда будут по-доброму относиться ко всем, независимо от их ограниченных возможностей, тогда эти люди почувствуют себя полноценными членами общества. Урок добра мне очень понравился, потому что нам рассказали очень много интересного. И я хочу дружить с инвалидами, я хочу играть с ними. Я много на уроке узнала. Урок закончился, и он не прошел зря, потому что оставил свой добрый след в детских сердцах. Дети с детства должны знать, что слабому надо помогать, а не унижать и оскорблять. Тогда они вырастут более добрыми, будут помогать своим родителям, бабушкам, дедушкам. И вообще мир станет добрее. Поэтому задача этих уроков – изменить отношения нашего мира, детей и нас, самих взрослых, сделать добрее. Менять наше общество в сторону доброты. Чтобы мы не бежали все время в потоки, останавливались иногда, обращали внимание, что происходит вокруг. И действительно, очень многим людям вокруг нас и нам когда-то в определенные моменты нужна помощь. Французский писатель Антуан Десент-Экзюпери однажды сказал, «Если я на тебя чем-то не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а напротив, одаряю. Нужно быть терпимее по отношению к непохожим на тебя. Для этого и нужны такие уроки». Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События». Продолжение следует.